Всем здарова народ, с вами Варчик. В этом видео поговорю с вами про марафон. Все очень просто, задания стали легче, это заметно невооруженным глазом, но в целом марафон становится сложнее. Как это возможно? Давайте я вам объясню. Во-первых, марафон запускается в тот момент, когда еще не закончился ивент на глобальной карте. А это означает, что целых 3 дня некоторые люди, которые катают ивент на ГК, не смогут скорее всего адекватно или вообще принимать участие в марафоне на премиумный танк. Это значит, что у них будет 7 дней, а не 10 на марафон. Вот такие вот пироги. Хорошо, допустим мы не принимаем участие на ГК, значит нам это не грозит, что марафон для нас будет 7 дней. Вот вам следующая подлянка от картошки. Мы не сможем выполнять задания на мастерство на 9 уровне. В прошлых марафонах это можно было делать, в этом марафоне только на десятках. На 9 уровне дешевле, приятнее, легче, удобней и в разы комфортнее принимать участие в марафоне, чем на 10 уровне. При том, что сейчас на десятках арта в количестве 3 штук практически в каждом бою. Что еще более отвратительно, так еще и нам придется много накатывать боев, чтобы пройти марафон. Вот две вещи, которые очень сильно усложняют прохождение марафона. Но допустим, если вы проходите марафон на десятках или проходите марафон с заданиями на усердие, то в принципе вас эти проблемы не коснулись. Тогда в таком случае для вас действительно этот марафон будет легче. Поскольку в прошлом марафоне, чтобы пройти заданиями на усердие, марафон необходимо было 245 тысяч опыта. В этом же марафоне нужно на 5000 опыта меньше. Соответственно легче. Просто легче. Потому что меньше опыта. Да, 5000 опыта это не сильно много. Но все же это меньше. А если оно меньше, значит и легче. Что касаемо заданий на мастерство. Задания на мастерство перемешались по сравнению с прошлым марафоном. И понять, какие были задания легче или сложнее, очень тяжело. Поскольку там есть задания на 850 опыта за бой. Задания на быть в топе по опыту или в топе по урону. Или набить урона больше чем 4500. Какое из этих заданий в принципе легче делать? Сложно понять. Сейчас на десятках там каша какая-то происходит. Но одно задание там точно легче даже на мастерство. Поскольку в прошлом марафоне нужно было на 50% больше раз выполнить задания, чем в этом марафоне. То есть одно задание точно легче. Не помню какого там уровня. А вот остальные задания сложно сказать, там все вперемешку. Плюс еще награда за марафон полный кусок говнища. Про него я уже рассказывал в одном из последних видео. Танк просто помойка. В целом ощущение от этого марафона уже не очень. Хотя он еще даже не начался. Начнется он только завтра. Охреново мне от него уже сегодня. Не понимаю зачем делать такой большой шаг назад. В удобстве прохождения марафона. Очень приятно было проходить марафон на мастерство на девятках. Но зачем это было убирать я не понимаю. Разработчики хотят загнать на 10 уровень больше людей. Для чего? Чтобы понять что игра говнища. Потому что там просто каждый бой три арты играть не хочется вообще. А с марафоном онлайн возрастет и цирк только усилится. Честно говоря на мой взгляд марафон абсолютно не заслуживает никакого внимания. Абсолютно проходной марафон. Пишите в комментариях этот марафон для вас будет сложнее или легче. Есть две вещи которые усложнили марафон. Накладка на ивент ХК. И в заданиях на мастерство убрали девятый уровень. Эти вещи делают ли прохождение марафона сложнее для вас. Или действительно этот марафон будет легче чем прошлый. Поскольку опыта нужно будет набивать чуть меньше. Еще у меня есть желание быкануть на вас серьезно. Так вообще просто. Вообще катастрофически наехать на вас. Прям Вася вот. Конкретно вот к тебе. Ты сейчас мой видосик смотришь. Какого черта ты не подписан на мой канал. Почему по статистике больше половины. Больше половины. Людей которые меня смотрят. Смотрят без подписки. Почему вы не подписываетесь. Вы смотрите ютуб без аккаунта. Или вы просто сохранили мой канал в браузере как страницу. В чем сложность подписаться. Чтобы я видел сколько вас там вообще. Вот у меня канал такого размера. Но смотрят меня людей в два раза больше. Почему вы не подпишетесь на канал. Чтобы я хотя бы понимал сколько людей меня смотрит. Потому что половина вообще просто не подписана на канал. Даже больше половины по статистике. 48%. 47% подписаны на канал. 48% не подписаны. Остальные пару процентов куда-то там вообще загуляли. Я должен в каждом видосике говорить. Чтобы оформили подписочку. Нажали эту кнопочку. Здесь часто выходят видосики. Гайдики. Обзоры новостей про кальтоську. Стримчики проходят актуальные по кальтоське. Если что-то в ней происходит. Так что быстро подписались. Создали аккаунты там если у вас их нет. Или вы смотрите мой канал через бинокль в соседское окно. А кто рекламу будет на моем канале смотреть. Лайк нажимать. Комментарии писать. Это же все развитие моего канала. Плюс в конце месяца. Ютуб мне чуть-чуть скидывает бабла за ваши просмотры. А вы даже не подписаны. Не уважаете мой контент. Труд. Называйте как хотите. Так что эту кнопочку. Красненькую. Сделайте серенькой. Тыкните на нее подписаться. С вами был Варчик. Ирать красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok